Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава второй книги «Паралипомэнон» или «Хроник» Перевод российского библейского общества Я читаю для библейского портала «Экзегет» Хронист, автор «Хроник» или «Паралипомэнон» Довольно такой позитивный автор Как сегодня принято говорить Он рассказывает о хороших царях И довольно подробно рассказывает об их хороших поступках Даже если цари не были идеальными И старается пропускать плохих Но поскольку он сосредоточен на царях Южного иудейского царства Северное Израильское его интересует лишь той мере В которой оно вмешивается в историю иудейского Приходится и плохих называть Вот 21 глава о таком будет рассказывать Когда Иосафат, предыдущий царь, довольно хороший Хотя не безупречный Почил с предками и был похоронен вместе с предками в городе Давидовом Вместо него воцарился его сын Иорам У него были братья, сыновья Иосафата Азария, Иехиел, Захария, Азарьяву, Михаил и Шефатия Все они были сыновьями Иосафата, царя Израилева Отец щедро дарил их золотом, серебром и другими дарами И дал ему владение крепостью Иудеи Царство же он передал Иораму своему первенцу Интересно, что здесь вот рассказано о таком маневре Ну, понятно, что завидуют другие царские сыновья И, возможно, кто-то захотел бы сместить своего брата Такие истории периодически случались Мировой истории, не исключая библейские страны Но вот способ сделать их все-таки Ну, более или менее довольными, да То есть дать каждому определенное положение и богатство Когда Иорам сменил своего отца на престоле И укрепил свою власть То предал смерти всех своих братьев А с ними и некоторых вельмож Израилевых Вот такой резкий контраст, да Царь наделяет своих сыновей всех Какими-то землями, дарами, территориями Положением, а старший истребляет их Тоже способ избавиться от конкурентов заранее Тоже практиковался в истории нередко Но это же зверство Когда Иорам стал царем, ему было 32 года Он царствовал в Иерусалиме 8 лет Он шел по пути царя Израиля, Северного царства Делал то же, что и весь род Ахава Ведь его жена была дочерью Ахава Ахав в этой книге о нем упоминается лишь изредка В книге царства это образец такого нечестивого царя языческого Он творил дела ненавистные Господу Но ради договора, заключенного с Давидом Господь решил не губить Иудея Ведь Господь пообещал Давиду, что светильник его рода не угаснет вовек То есть бывает и так, что сам царь ничего хорошего не заслуживает Но ради его предков, ради народа, который Господь любит Он все же его не истребляет При Иораме и дометяне восстали и вышли из-под власти Иудеи И поставили себе собственного царя А вот уже начинается распад территорий По крайней мере, те, которые не иудейские по своему населению отделяются Иорам выступил против них в поход вместе со своими полководцами и колесницами Ночью он разбил и дометян, окружавших его вместе с колесничными отрядами С тех пор и до ныне дом не подчиняется Иудеи Как-то не очень логично Разбил и дометян, а они все равно не подчиняются Ну, видимо, и дометяне считали, что они разбили этого самого Иорама Не случайно в Париже на Триумфальной арке упомянута битва под Москвой Имеется в виду Бородинское сражение Которое в России, наоборот, привыкли считать, ну, если не полной победой То, по крайней мере, очень достойным днем российского оружия Видимо, была такая битва, которая не привела к убедительному результату И, соответственно, не изменилась положение вещей И дом остался независимым Тогда же и Левнава стала против власти Иорама Потому что он оставил Господа Бога своих отцов Он даже устраивал в иудейских городах святилищ Жители Иерусалима вовлекал в блуд Иудеев сбил с пути Под блудом, видимо, имеется в виду не амурные приключения А скорее вот это язычество, которое сравнивается с таким развратом И обратим внимание, что тоже наш повествователь однозначно определяет причину Не потому что и дометяне боролись за независимость Или там Иорам был слабым правителем Плохо понимал, как управлять территориями Он впал в язычество и все начало сыпаться Это главная причина К нему пришло письмо от пророка Ильи Вот интересное письмо Обычно у нас пророки это пламенные ораторы А здесь он и письменным словом не брезгует Илья тот самый Так говорит Господь, Бог твоего предка Давида Ты не шел по пути своего отца Иосафата и осы царя Иудея А пошел по пути израильских царей Стал вовлекать в блуд жителей Иудеи Иерусалима Как делал это род Ахава И своих братьев, сыновей твоего отца, которые были лучше тебя, ты убил За это Господь обрушит великое бедствие на твой народ На твоих жен и детей, на все твое имущество А тебя самого он поразит изнутри тяжкой болезнью Которая будет длиться изо дня в день Пока не вывалится твоей внутренности от болезни наружу Мы не знаем, конечно, что это была за болезнь Но обратим внимание, что весь народ страдает Ну, да, правитель занимает такое положение Что от его поведения, от его решений Зависят судьбы народа Господь возбудил вражду Каураму В филистимленных арабах, подчинявшихся Акушитам Акушиты, вероятно, опять-таки, это вот южные То есть египетские, вряд ли эфиопско-суданские Египетские правители, может быть, там Кушитская династия какая-то Они напали на Иудея, прорвались вглубь страны И разграбили царский дворец А жены детей Урама увели в плен Не осталось у него сыновей, кроме младшего, Иохаза После этого Господь поразил его внутренностью, неизлечимой болезнью Она длилась и длилась, а на исходе второго года Внутренности вывалились от болезни наружу И он умер в страшных муках Народ не стал зажигать его через костер, как зажигал через его предков Вновь у нас погребальный костер Вроде бы не сжигали они, а хоронили в земле Или, точнее сказать, в пещерах Может быть, костер — это какая-то памятная такая акция Да, вот Мы не знаем точно, что это было Важно, что народ не почтил его так, как почитал других царей при погребении Иврам стал царем в возрасте 32 лет, и царствовал в Иерусалиме 8 лет Уже было повтор Никто не горевал о его смерти Он был похоронен в городе Давидовом, но не там, где похоронены цари Вот тоже интересная деталь Похоронили, да, но не среди царей, хотя формально был царем Вот не удостоился он нормального погребения И это тоже деталь Понятно, что царь, может быть, угоден, не угоден Богу Но не менее важно, как народ к нему относится И с Иоррамом тот самый случай, когда народ, который терпел его преджизни после смерти Ясно выразил свое к нему отношение Субтитры сделал DimaTorzok